всем привет сегодня еще один пример по по тому как можно улучшить производительность ваших программ все мои советы не не применяются прям ко всем проектам некоторые очень специфичны поэтому делайте на это скидку потому что в некоторых моментах это сработает а в некоторых нет короче чем идея сегодняшней оптимизации смотрите вот у нас есть какой-то вектор вот какой-то вектор каких-то данных вот из data есть здесь куча всего это из предыдущего примера вот я сюда пихнул короче два вектора и есть некие циклы и мы там эти данные но вектор заполняем данные какие-то вычисления делаем то все короче заполняем и теперь смотрите первый вариант s data tm то есть две одинаковые функции разница только вот в этом заметили на s data темпы фигурные скобочки и вот здесь без фигурных скобочек скобочек в чем фишка фишка в том что когда у нас есть фигурные скобочки и это у нас поддать тип поддать тип ну ну простой короче тип это это вряд ли не хотя может быть короче простой тип то что происходит вот эти фигурные скобочки указывают говорят компилятору чтобы он всю эту область проинициализировал нулями ну конечно стринги здесь я погорячился погореть давайте уберем а не давайте уже пусть будет потом вы уберете бы это я сейчас переписывать буду времени мало ну он точнее надо будет убирать отсюда s1 короче так вот эти фигурные скобочки говорят чтобы все проинициализировать нулями если же фигурных скобочек нету то них ничего не не инициализируется ничем что было в памяти на тот момент то там и остается соответственно по хорошему вот такой вариант быстрее и ну здесь конечно же логично да что вот это делать не надо потому что следом у нас идет заполнение этих данных соответственно зачем эти данные инициализировать нулями но тем не менее можно допустить такую ошибку либо изначально ну кто-то просто ему нравится он кто-то возможно привык все инициализировать а потом заполнять возможно короче идея в том чтобы обратить ваше внимание на вот это то есть в этом случае инициализировать не ну потому что у нас потом происходит заполнение этих данных вот на код не смотрите это все сделано для того чтобы запутать оптимизатор попытки запутать оптимизатор вот поэтому я думаю идею поняли если вы что-то заполняете какие-то данные не надо их изначально инициализировать языки си плюс плюс инициализировать довольно легко вот так вот сделали и все и все у нас заполнилось нулями теперь давайте проверим производительность производительность так давайте уровень о ноль о ноль о ноль стоит и теперь давайте все соберем и проверим и все то есть совет вроде казалось бы все его должны и так знать но но тем не менее все бывает и так силенг силенг короче наша оптимизация не помогла но это уровень оптимизации 0 то есть ее нету же сиси при же сиси в принципе как мы видим производительность повысилась но есть какие-то скачки это видимо что-то в хэш попала что-то в хэш не попала это такое intel вский компилятор в intel вского компилятора мы тоже видим с интеллектуальным компилятором увидим улучшение производительности а это опять таки наверно уже не попала в хэш и что-то произошло не знаю разбираться не хочу ну возможно я бы и хотел бы но нету времени так давайте уровень оптимизации о 2 поставим с максимальный рекомендуемый и посмотрим сработает ли наша оптимизация или нет казалось бы ерунда но это ерунда занимает какие-то секунды миллисекунды на на секунду а в целом это все может влиять неплохо оказывать влияние на производительность так давайте силенг чё на силенга ну силен короче можно сказать результаты такие же ну возможно небольшая производительность есть возможно если увеличить размерность массива где она вот она то тут всего лишь 1000 элементов ну и этого хватает также сиси для же сиси уровень оптимизации о 2 и для же сиси мы видим повышение производительности до однозначное повышение производительности для intel of ского компилятора вот это скачок да интересный произошел но для intel of ска тоже в принципе повышение производительности есть давайте я еще включу о 3 самый безбашенный уровень оптимизации я там по моему еще надо можно флажочек еще дописать о fast fast по моему короче не помню вот но но это не рекомендуемый ну раз уж пробуем то почему бы нет я почему-то не пробую на один наверно потому что это вроде бы недолго но короче время какое-то наверное из-за того что лень так о 3 для силенга результаты такие же грубо говоря ну если я жилю вектор увеличить до 10 тысяч или до 100 что я думаю результаты будут видны чашу это же сиси произошло не понял смотрите без оптимизации производить а все нормально все ну короче значение прыгают но в целом да в целом в целом непонятно давать еще один тест просто еще этот рекордер записывает а он иногда влияет на результаты не в целом производительность производительность есть но повышение производительности есть при о 3 и intel овский ну при intel овском небольшая производительность но она есть и это еще раз обращаю ваше внимание размер вектора тысяча они скажем 10000 давайте 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 последний пример при 40 тысячах уровень оптимизации о 3 и на этом будем сворачиваться так 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 давай 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 силу н быстро ой 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 какая-то дичь же сиси же сиси у нас что покажет даже ну тут прыгай тут прыгать дело в том что мы в кэш уже точно по моему не влазим какой вообще не влазим и в принципе вот такие прыжки происходят ой 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 но я думаю идея ясна в любом случае смотрите при 40 тысячах до 40 тысячах а если еще вот это все умножить на 40 тысяч что-то результаты довольно интересны блин меня это зацепило давайте о 2 поставим опачки опачки было неправильно было неправильно для же сиси стоял о 2 значит результаты неверно все последний тест при а2 ну надеюсь идею вы поняли короче так сил лэнг тех 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 давай 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 не ну вот вот здесь смотрите вот здесь принципе повысилась производительность что-то куда там и короче я я я буду думать что производительность повышается не она на самом деле повышается но тут еще надо подтачивать алгоритмы вот здесь тоже в принципе и давайте интеловский первый скачок да ну ну вот на интеловском принципе видите все более менее стабильно ну ладно на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока